привет всем любителям пошаговых стратегий вы видите слышите алексея халецкого продолжаю на уровне сложности божество за рим проходить новую карту политической средиземноморья и если вы не видели начала то рекомендую перейти к первой серии ну а спонсоры канала всей серии видят сразу не знаю зачем я в афинах починил заповедник честно говоря так тут откладываем на один ход где-нибудь еще что-нибудь надо строить вроде кроме кроме рима нет космическую гонку так сколько ходов 7 не но я должен выйти золотой век пульм евро а и вроцлав этого вроцлав интересно кому к александру александр уже практически румынию заселил тут да не практически а точно это дунай получается на самом деле как хотят написано фигня какая-то вот это дунай а вот он катит дунаец почему то это вот дунай по дуна и можно определять это видимо днепр под названием варта ну потому что тут название на самом деле даются от цивилизации которые их первые находят вот поэтому тут то понятно скорее всего рейн будет да а тут рона и сена париж на сене находится все таки но вот если дальше заходить то там не такие названия что там ну как минимум нету россии чтобы днепр назвать еще кого-то убил так плечо так больно бьетесь венгар шо за фигня нездоровая так здесь начинаем космопорт пять ходов до рим хорош отлично полностью прокачаны на контрразведку при задании контрразведки второй уровень на на родной территории плюс один и на родной территории минус один всех вражеских шпионов по моему зашибись я вообще подумал что в мировых войнах вообще-то венгры и итальянцы союзниками были ну в первой мировой конечно италии вообще не воевала а во второй реально союзниками вот тут как-то у нас не сложилось все таки дополнительные претензии потому что я хотел чтобы я не обращал понял грузинского шпиона убили так больше торговых путей тенера маяк в спарте построил да ну и зримо отправим конечно же кстати я бы время наверно морской порт просто купил блин выжил я думал сейчас он будет атаковать меня честно говоря испанец ну давайте возвращать на лечение это важный чувачок картахена таледа отваливается в пользу франции прикол нет лучше обращать и себя мог этим ходом атаковать пошли наверно ли можешь обращу к шум написано сам обратиться но гейдер в ресурсе там франция очень сильно влияет на соседей всех проверил что на меня не влияет главное квадриремы чё ты их все клепаешь это нужный конечно юнит несомненно так давайте я встану сюда чтобы он достроил что он тут строит кампус самое время кампус строить плюс еще один поселенец все таки высадился тут пушкой а есть и 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 я был просто этот уже прокачанный на против юнитов я уже на что-то на корпуса его про пусто одиночные танки по идее так должен убить нет не убил фак она тут народ тут встанем и апнемся потому что но это восставшие этаж не германия на меня тут лезет так сабрина продолжает в контрразведке находиться пишите у меня уже есть этого буду раз-два-три-три-три флотоводца просто и они все в олимпии сидят я уже не буду тут комп устроить уже просто поздно просто уже бессмысленно и страны я успею тут город поставить португалец не захватит этого пусила у меня у меня уже третий уровень союза так понимаю с франции финики и скорее всего с франции точно третий да а финики и второй еще вывести кай следующим ходом так продуктовый рынок в 3 есть ну это наверно королевское общество зачем-то в путеволах кампус построил но раз построил то ладно так а что тут скам а блин этот стоит это я просто пропущу тут давайте ход все тут стоит строится вот мы склеопатрые утрушки нравимся спокойно развиваемся такие ребята молодцы сколько осталось 4 они разграбил думаю тут я думал что разграбит в кампусе просто очки эпохи за счет юнитов венгра зарабатываю ну блин не дострель ну ладно тут стану так 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 пошли пошли здесь шахту сделаем здесь винишко обработаем тоже лечиться а нету у а вон и священное место интересно я смогу лечить апостола у чужого священного места на моей религии ну и союзника естественно учитывая что это союзник так пойдем попробуем кельн обратить так 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 Такой бред Просто 123 хода гавань Норм Брундизий Реально практически всю Африку заселил В итоге Вот центр вещания Где-то там требовалось два центра вещания Или уже нет Художественный музей откроем А, спутники как раз Я же вроде построил два В Палермо Или нет Ладно, давайте пока отложим Спутники Не, пригород не буду Канализацию сделаю Увеличит Немножко жилье Да, что не дружить с хамурапи Он фиг знает где Хорошо Я просто не собираюсь вообще больше селиться нигде Слишком близко селиться, говорит Франция осудила Германию Еще одного убил Кайф В самом крупном городе стоит 25, что ли Да Ну, Палермо не догоняет Просто потому что тут жилья я Меньше сделал Просто набил золотой век Убивая юниты Венгра Зашибись Ой, там кто-то мне Ну, я вроде урон не получаю Такое ощущение, как будто кто-то там Пытается перехватом заняться Не буду убивать юниты Потому что больше Мне очков эпохи не надо Так Дает озарение для всех технологий информационной эры Это крутой ученый Но дело в том, что у меня, собственно, тут Без зазарений Раз Два Три А, ну даже и два центра вещания Четыре Ну ладно, возьму Все, и больше нету ученых Видите, а мог сейчас пропустить И вообще без ученого остаться Ну, тут, наверное, пора уже Тупо эти Следующие гранты делать Там космопорт очень долго Какое тут соседство Шесть Давайте угольную Так, Хатуса За счет Матиша воюет Ну, я думаю, мы Ну, а куда мне еще отправлять Мне, в принципе-то Что, Фес Дает науку Слушайте, а давайте я Фес засоюжу О Я же обращаю сейчас Испанца вроде как И как раз буду получать Нет Не лечится Ну-ка, если прям в него встану Нет Но это странно, конечно Что апостолы могут только у себя лечиться В своих священных местах Несмотря на то, что это, как бы Священное место Их религии Очень странно Имхон Нет, раз тяжелое поражение Лучше буду Севилью обращать Севилью обращать Дождать Так Давайте, наверное, рабочего уже Чтобы тут окончательно время Производства поставить Так И потом можно будет Ускорять Проекты Этим же рабочим А удалю бомбарду Не нужна Не нужна Так, давайте, наверное, канализацию Куплю Лабу Куплю Цианский арсенал Построил И с тех пор Вообще Не строил Никаких Морских Юнитов Давайте Я тут Верфь тоже Куплю А, мы тут ждем Космопорт Строительства Ладно Следующим ходом Как раз Так У нас, по-моему, с кем-то Союз закончился Сезария Августа Толедо Отваливается Гейдельберг Отваливается И с Хамурапией Ну, с Хамурапией Не буду продлевать Союз Я думаю, что уже Нафиг надо А вот с Дидоной Конечно же Давайте Военный И она в войне Только с Испанией Мне бы, конечно, хотелось С Венгрией Чтобы она еще Вступила в войну Это возможно? Как мы видим Вполне Ну, потому что Плюс 5 За военный союз Я буду к силе иметь Так, кстати Проверка Да, вот это вот Надо отдать Вообще-то Триесту Ну, все остальное Кстати Кстати Норм Да, будем следить Тут за апостола Я боюсь Что мне сейчас Этого апостола Все-таки Приговорят Раз Два Нет А вот Я этого Точно Приговорю А этим Я надеюсь Севилью Обратить Сейчас глянем Блин, еще Ислам Пришел Да, елки Не убиваю Ладно Тогда протокую Снизит Католицизм И увеличит Мою религию Там плюс еще Исламский Апостол Все-таки Идет Так Давайте Начнем Спутник А, я не могу А, я еще не закончил Да, еще один ход Королевское общество Понял Ну, заряд Хотел уже Использовать А, я не могу Так Так Один заряд Ну, пошли Лес вырубать Не, вот это Палермо Конечно Вау Пушку сделал Вот Греку Заняться Нечем Когда уже Когда уже Его не будет А испанцы Воюют С Португалией Нет Может Но я не могу Попросить Да, когда Они Обвинили Я Попросить Войну Не могу Собор Василия Блаженного Александр Построил Серьезно Вообще Почему Вот Почему Не прописано У компьютера Что Вот он Например Не строит Чудо Которое Дает Хоть какой-то Бонус От тундры Если у него Нету Тундры Вот Где Александр Его построил Давайте Найдем Может Конечно Можете Скать Что он Наверное Для очков Эпохи Но Больше Нету Никаких Других Чудес Вот Где Он Его Неужели Не Видно Что Так Не Ищется А Собор Василия Блаженного Сорян Ага Вот он Собор Василия Блаженного Дает Бонусы От Тундры У нас Вообще На карте Тундра Есть Конечно Еще не Запустил Спутник Ноль Просто Ноль Вот Зачем Усталось От Войны В принципе Можно Взять Две Случайные Технологии Тоже Круто Вообще Это Было Потому Что Это Ну Дальше Вот Эти Две Случайные Тех Я Просто Их Быстрее Открою Так Пожалуй Робототехнику Надо Сначала А Блин Тут Я Просто Убиваю Рабочего Зря Каждый Раз Меня Это Удивляет Конечно Убили Летицию Убили То есть Он Кого-то Ведет Сюда На Убой Убили Могу Тоже Апнуть До Мотопехоты Давайте Точно Не пройти Точно Уже Будет Блин Поразительно еще выжил этот апостол я фигею валим так как не так встать чтобы испанцами испанцы и португальцы между собой там мерились у кого борода длиннее на производство буду не на деньги отправлять все пошло грек в нападение пошел боже что делать блин а египет все еще впереди офиге но египет хотя бы космопа там фридрих барбароса улит улетает блин но при этом египет кстати не строить нифига а он ракетостроение не открыл а как так как можно быть так далеко не открыв ракетостроение только идя вот тут снизу пластмассы композиты нанотехнологии и получается кибернетика то есть египет открыл кибернетику вот объясните мне зачем как я пашу компьютер тупой но зачем ему открывать кибернетику если у него нету огром то есть его даже не открыт огромный боевой робот ну то есть тут видно по линиям можно проследить вот египет сейчас в эпохи будущего вот эпоха будущего вот в этих техах все чтобы открыть вот эти оставшиеся пять тех надо либо робототехнику либо ядерный синтез только кибернетика требует нанотехнологии нанотехнологии требует тех тех которые ну не требуют ракетостроения ну вот и спрашивается нафига египту быть в кибернетике как это помогает в принципе тут все прибежал ко мне так может мне где-то пушку апнуть гиме пушки только здесь есть еще полевые пушки вот я опну до пулеметной роты чтобы больнее стрелялась еще можно опять побольше сделать апостолов а с другой стороны я веру хочу убил таки веру хочу можно каких-то великих людей сохранить что за апгрейд происходит постоянный какой-то больше интересно с венгрией воюет все открыли карту так и что я получил плюс 2 при нападении на на город и 200 мирового влияния зашипись так ну вот мы видим что вот эта часть карты получается незаселенной нету вообще просто цивилизации которые можно сюда разместить политически понимаете все остальное в принципе я поняла что тут еще не заселено но извините это пустыня как и здесь пустыня то есть тут только если моли было бы да в игре так в принципе все заселилась хотя удивлен из всего что тут есть и уделен финики что она более-менее выжила я думаю снесут кстати и русалин то скорее всего в финики и снесла ведь его просто нету так ничего возьмем так пусть паровой машины к оружию я бы под охраной лжи наверное взял ну туризм не точно не нужен претензии мне пофигу то давайте под охраной лжи лунная экспедиция начинается бамбу ас так мы тут блин давайте попробуем смотаться игре кстати мог бы и на крите еще заселить и не сейчас конечно когда просто просто заселить мог и крит но чему-то проигнорировал этот остров тут в пустыне здесь сколько этих но правда всего три кстати осталось все остальное собрали здесь так точно все собрали польша могла расселяться грузия могла россиянут не воспользовались грузии польши возможностями вообще никакими пойти все остальные были как-то ограничены соседями ну а египет ограничен пустыней понятно ну а или или там вот вывел он тоже пустыне ограничен а польша с грузией вперед все могли развиться спокойно нет не хочу ты смотри вы еще держатся надо будет уходить блин покупать не покупать апостолов просто благодаря фесу я в принципе монет убил все таки вот почему они именно со мной воюют они ух ты португалис хочет цепи апостола мне выдать ну в принципе давайте верно уже не надо и все это не мне грек у тебя без шансов шпионы на два уровня так недоступно давайте сорвать ракетостроение просто мне надо как минимум ну короче я все сюда волью туризм удваивается пускай от религиозных объектов фактическую победу я и конечно всемирные игры готов проводить так вот бы ракетостроение прошло нельзя срывать ракетостроение блин сфабрики сфабриковать скандал серьезно немец грузия персия португалия ну это в этих в городах государствах чтобы послов выгонять ну тупо же в этом случае проверю дипломатическую победу нет там 7 из 20 по религии василий кстати василий сфика из антии очень неплохо в общем то 6 почти половину обратила там финикия конечно с одной стороны не дает с другой стороны я и по культуре вот без монополии корпорации конечно по культуре все нормально становится бинтоледа отвалилась смешно только и бирмингем обращает в православие в католицизм да да ингрея продолжает меня очки эпохи поставлять Просто уничтожаются армии самолетами Классная прокачка А, я мир заключил С португальцем Классная прокачка Самолечения после атаки Для самолетов, но это против людей В сетевой игре Тут Компьютер Лучше Видите, он подводит юниты наземные Лучше их просто мочить Дорога Я не знаю, зачем я уже кампус тут ставлю. Мне кажется, стоило какие-нибудь проекты на инженера посчитать. Сейчас посмотрим, вот Византия следующим ходом заберет. Ну, просто на плюс 100% к улету должен быть инженер как раз. Подождем. Подготовка спортсменов. Так, ну, ядерный синтез. Нам надо найти последний... Кстати, давайте сейчас вообще глянем урана. Я открыл всю территорию. Не, нафиг нам с тобой союз уже, Хамурапи. Извиняй, конечно. Надо, конечно, еще по ресурсам пройтись. Чтоб счастье было. Блин, Венгрия каких-то... Сколько я уже армии у нее убил? Все ведет и ведет ко мне. В Англии монархия только сейчас. Ну и до конца игры, видимо, будет монархия. Так, всех синтез получает плюс 25% опыта. Ну вот, как и лояльность, можно убрать, я думаю. Что вместо этого поставить? Военную науку? Давайте военную науку. У меня порты практически везде. Там есть... А, ну, собственно, нам надо это открыть, 15% космической гонки. Так. Давайте кибернетику. Она тут это открывает и это. Мы сразу увидим, где ускорялки ульм. А нафиг мне ульм. В два жителя. О! Королев. Блин, а почему я раньше... Германии? Блин, может не брать, может там 100% будет. Ну просто не факт, что будет, видите? А это уже 100%. Ну, королева мы для последнего рывка будем. По-моему, у меня был еще какой-то, нет? Нет, только Сергей. По-моему, мне кажется, что еще какой-то ученый был на... Ну, наверное, стоит тогда... Еще пару апостолов. Просто парочку. Чисто... Чтоб там Испания не расслаблялась. Это открою. Мне дальность тут не нужна. Они так далеко летают. А вот лечиться после атаки, будет прикольно взять. Сейчас потихоньку к пешту подбираемся уже. Угольная 8. Ну, давайте угольную. Блин, я опять уран не посорял. Так, хочу уран посмотреть. Так-то было три штуки. Только не кардив, пожалуйста. Кардив, блин. Ух ты, и пингалу нейтрализовали. Несмотря на моего шпиона третьего уровня. Временно. Ну, это круто. Так, ладно, меняем. На 15 процентов космической гонки. Умные материалы добыты. Дальше ищем уран. Тогда, помните, было три штуки всего лишь на карте. Пять. Смотрим. У Испании. У Франции. У Венгрии. Сложно сказать у кого. И у Германии. То есть, вот эти все ребята, типа, сидят без урана вообще. Вот тут, да? Кайф. А я тут уже ничего не буду производить, как бы, бессмысленно в этих городах. Так, какие у нас прокачки? Так, на реликвию возьмем. Так, это будет. Так, что вы. Так, я не могу. Так, ну, у меня нет. Так, я не могу. Так, да. Так, да. Так, я не могу. Так, я не могу. эх чуть не хватает ромашка короче у меня так и не доделано здесь 33 района еще можно было бы поставить но видно не судьба видно не судьба ой а у кого это пешта до показывала же что могу атаковать кайда очередной прикол ладно глобализация что блин кардиф не присоединил шьерт побери глобализация чтобы плюс к производству от караванов поставить не какой мир германия давай уже воевать жалко ядерку ни в кого не кину конечно скажешь агляну может кто-нибудь добывает не только венгер но у венгра далеко город я буду долго до нее же где он тут экспедицию отправили с узеленами только кардифа мне кажется эти пять процентов плюс 34 но это производство дает это все счастье дает наверное все таки вместо писания я поставлю электронную коммерцию потому что точно явно больше дает производства чем но это и тем более то чисто для рима но все остальное пока нет то есть я техи быстрее открываю чем проекты делаю что вообще никак не ускоряю этим рабочим бессмысленно немножко тоже спрашиваю в комментариях зачем делать исследовательские гранты если нету великих ученых то потому что исследовательские гранты дают науку сами по себе исследовательский грант по-моему 15 процентов то есть в турине 82 82 производства это значит что вход где-то в районе блин в районе 14 науки будет нам надо быстрее открывать все будь здорова так мы повышу пингалу тем не менее на космическую гонку блин какие-то вертолеты из толеда как вот может тоже отваливается город да и сразу у них появляются те юниты которые у цивилизации вообще нету мне кажется в этом городе появляться те юниты от которой цивилизация не отвалились что это за бред такой получается биг бен захватили запретный город захватили это походу карточка а а значит поставим не на колониальные налоги там так все может реально международное космическое агентство а здесь торговая конфедерация ну бонусы от центра коммерции гавани можно поставить потому что это еще и бонус к производству верфи здесь верфь сейчас 6 производства дает например ну по идее пешт должен отваливаться да минус 8 я думаю что можно виктора туда пересадить о все а че грек ничего не сказал ушел не попрощавшись подождите фи фи таким быть вот и не стало грека так давайте виктора все таки спешт так все таки где еще уран на территории венгра а в кисиге ну это далеко я точно очень долго буду его так дьер я бы хотел просто уничтожить успел кампус или это все это все гиди кампус так королевым ждем следующую ступень и и ускоряем что там у немца так уже и матишь улетает и хамурапи улетает сам на что египет не улетает просто поражен египет впереди но чем не улетать 4 хода я смогу еще какой-нибудь район поставять я наверно все таки этот развлекательный поставлю тут уль основал тут туль вавилон основал город интересно где а вот тут киша грустненько тут с пустыней даже роботы человекоподобного не могу построить обидненько а и и и и и и ускорялки так это чё делают а снижает на 75 процентов распространения других религий знаете может еще женеву за свои а там 10 надо ну плюс 10 процентов дает мне сейчас то есть плюс 83 науки блин а куда делись вертолетом да господи то леда долбаная рэн кстати колея нори отваливается чё-то сабрина сослабил один раз как там пингалуз смогли убрать и а и и просто куплю тут все к сигнете есть еще лабы ну типа построить надо спарте варгасе в афинах 26 2431 она куплю варгасе просто что тут дольше строить не против уже электронную коммерцию поставил что синтетическую технократию идем ой блин я не не продлил союз франции что караваны бегают мне нужно союз чтобы они производства давали да ладно ну давайте посмотрим кто я даже не буду вбрасываться просто интересно кто кто еще тут такой прям хочет поддержать больше больше кажись еще примкнула ну германия понятно грузия и так было венгрия понятно да польша и португалец еще въехал опять в рекламе и и и и и и и и и даже не знаю стоит ли мне еще что-то лезть куда-то нападать пешт уже не отвалится так давайте с франции союз данное производство старин может мне нафиг по францию лучше на производство 5 а вот тут бир в раке дед 4 в библ тоже 4 отдавайте в раке дед алюминия маловато может уже этого купить истребитель 1300 слышу меня атаковать никого самолетами давайте переброшу этого в пешт а вот открылась немножко а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, синтетическая технократия, наверное, стоит брать, потому что мне уже... Вот сейчас уже наука мне точно не нужна. Я открыл все, что мне нужно. А вот плюс три к энергии при выполнении всех городских проектов это точно надо. Так, тут на алюминий возьмем. Тут коммунистическое наследие. Здесь... Где-то было еще счастье от... Вот. С двумя и более повышениями. Квартал Медины. Ну, как бы уже жилье такое. А, давайте плюс к священному месту тоже производство все-таки даст. Так, теперь... У нас еще последний... Предпоследний проект не запомнил. В следующем ходу я буду уже... Делать... Делать... Ускорение. Что я королевым последний проект сделаю. Так, в три есть все еще подготовку спортсменов один ход. Пингалу могу вернуть? Могу. Бессмысленные уже техи для меня все. Честно, опять кого-то убрали? Магнуса? Какие-то странные, конечно, действия. Без интимия осуждать, что я улетаю. Он там где-то в средневековье еще сидит. А нет. В новом времени у нас только Леонора максимум. Так. Запуск межпланетной экспедиции. Королев. И поехали ускорялки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. не знаю, нафига мне тут тогда и следовательские гранты, по-хорошему во всех остальных городах с другой стороны, что тут еще делать? подготовку спортсменов в бесконечную тоже нафиг надо давайте, может, логистику промышленной зоны вдруг там что-нибудь на 100% еще будет хотя, вряд ли две случайные техи, я кати получу так, а угля мне сейчас никто не продаст? ну че, серьезно ты мне? вообще никак а, я вспомнил, я тут пишу, что, типа, если они осуждают, то фиг будет видно ну это ж баг, то есть это ж не просто неудобно для человека и все это ж это какая-то сложность так, давайте, наверное, тут стены отремонтируем у вас 100 науки дали, видите, за счет феса хорошо, что-то я знаю, что в последний момент так кардиф мой всякий случай до десятки между только кардиф нужен все все остальные уже нафиг надо на блин тут алюминий нужен так а где там энергия с воды вот лишь надо еще открыть кстати и рабочими построить византии теократия 1820 год византии теократия так художника берем плотоводца берем две случайные техи все-таки вот не береговая ветроэлектростанция как раз и Продолжение следует... 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 сидит шпион прокачанный 3 уровня он вот это вот все контролирует но тем не менее космопорт сломан ну пофигу там все равно ускорялки в других местах есть ай в печи уже был ух ты тут 8 ходов то долго польше прется ты же воевала с этим с венграм сколько времени чушь ты идешь его защищаешь а Боже, Женева Там Венгру делать нечего Женеву засоюзил Еще сейчас Женевский этот уничтожит моего апостола Караваны грабят Ну, это уже, знаете, такое Агония Агония венгерского режима И я думаю, следующим ходом уже победа будет Жалко, не успел столицу Венгрии забрать И жалко, что не было урана вообще Денег немерено, веры немерено Всего немерено Ну, я хочу сказать, ничего так на карте Средиземноморья Игралось Мне понравилось Ну, благодаря тому, что я цивилизации правильно распределил Значит, единственное, что вот тут пусто, да, мне не понравилось И возможно, что-то с греками надо было по-другому сделать Как-то вот тут все-таки Ну, перикол вообще тесный Тут у португальца в Испании нормально Ну, еще у Англии совсем плохо Но, тем не менее, место есть и как бы она может развиваться Победа Еще, возможно, вместо Франции можно было Галлов поставить Типа просто поинтереснее Ну, типа необычный цивилизат, но все-таки Франция Если у вас есть Испания, Франция, Германия, Польша То как бы Галлов вместо Франции Странно Возможно, вместе можно Вот, мне интересно было бы у них место там вообще Ух, сколько веры было в конце Ну, и испанцы немерено веры Так, с наукой тоже все понятно Не умеет компьютер, короче, в конце науку делать никак В принципе Культура Ну, хорошо, Клеопатра с культурой, и что? Так, давайте глянем Количество сражений Я только тут в конце вышла Вообще тут лидером была Франция Ну, Франция реально всю игру очень много с кем-то воевала И Кир Тоже периодически воевал Я тут только в конце как-то подвышел То есть за Италию можно спокойно сидеть Развиваться Причем Больше всего юнитов у Франции было уничтожено Она уничтожила больше всего юнитов А потеря на юнитов у... Ну, я думаю, что у грека Да, это очевидно На втором месте Кто Дидона, что ли? Нет, подожди, кто белый? Фридрих Ну да Он на Францию пошел Франция ему, собственно, поуничтожала юнитов А у меня? Я на последнем месте Поуничтожена юнитов А, все-таки поуничтоженым я на первом Но тут, видите, вот именно в конце, когда я уже пошел воевать с греком Так-то в течение всего этого Было все не так Ну Закончилась Партия По мне, так, эта карта намного интереснее, чем карта земли Потому что здесь хоть более-менее есть места И можно распределить реально По По территории Ну, вот посмотрите, первую серию, как я распределял То есть там хоть можно нормально вот цивилизации поставить Чтобы они более-менее развивались Хотя все равно вот верхний левый угол карты Слабо был заселен Туда бы, например, скифов Если бы еще там скифы появились Или Россия, было бы вообще зашибись А вот Интересно, как и сетевую игру попробовать Я думаю, попробую как-нибудь десятерых человек собрать Как бы много территорий, но В принципе, можно распределить цивилизации И рандомом их выдать Например, Португалия Египет Франция Германия Рим Ну, пускай Персия Грузия Это уже семь Византия Либо Турция Кстати Наверное, даже Турция и Византия слишком крута Будет И еще две Ну, наверное, Польшу Польшу и какую-то Грецию Вот Вполне будет интересно сыграть Хотя Вот ваш Ваш набор цивилизаций для подобной карты Напишите, как вы думаете Что лучше было бы использовать Ну, мне кажется, я, по-моему, тоже неплохо распределил Ну Все равно ваше почитаю В любом случае, спасибо, что досмотрели до конца Играйте в умные игры И сейчас вот Леша еще Еще один Леша вам что-то скажет снизу Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры И всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому